ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действовать ради жизни. В столице Чувашии проходит общественный форум по борьбе с онкологическими заболеваниями. Положительная динамика в Чуваксарах и Канаше подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Ненаглядные пособия. В республике обсуждают перспективы образовательного туризма. Агрономия, медицина, технические науки. Все они относятся к прикладным. Насколько эффективно научные исследования интегрируются в производство и какие усилия в этом направлении предпринимают ведущим в ВУЗе Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев обсудил сегодня с ректором Чувашского государственного университета Андреем Александровым. Исследования в области градостроительства, производства стройматериалов ведутся в тесном контакте и по заказу строительных компаний. Сейчас в ВУЗе готовятся к большому круглому столу, за которым соберутся ученые, профессионалы, студенты, руководители отрасли, чтобы наметить дальнейшие направления работы, обсудить вопросы трудоустройства выпускников. Глава Чувашии отметил, такое сотрудничество всегда приносило и продолжает приносить хорошие плоды во всех отраслях. Подготовка самих студентов, выпускников, об этом все говорят, что наша наука, наша система обучения этих студентов, она на высочайшем достойном уровне. Теперь вот строительство. Понятно, покупательский спрос упал, продажа квартиры упала, технологии надо совершенствовать, нужны новые идеи, новые мысли. И вот как раз в тандеме с проводимым мероприятием нужно использовать все эти идеи, мысли. Из 10 или из 100, один хотя бы выстрелит, это уже большой плюс. О том, каким стал 2015 год для столицы Чувашии и как за это время изменилась жизнь горожан, говорили на отчетном заседании городского собрания депутатов. В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. 2015 год для Чебоксар был непростым, констатировали депутаты. Но даже в этих условиях город развивался. Многое сделано как на округе, так в целом по городу. Если взять вот Новоюжный район, мы очень радуемся, что для жителей Новоюжки сейчас достраивается бассейн. Не так легко его было сделать. И большие изменения по ходу строительства притерпели. Но все эти изменения к лучшему. В школах, допустим, в моей школе 37 открылся бассейн. Мне очень нравится Марпасарское шоссе, допустим, да. Базовый проезд, вот это расширение дорог. Вот те, с которыми каждодневно люди сталкиваются. Поэтому я как председатель, тогда вот был я председателем комиссии по городскому хозяйству. И через меня, через нашу комиссию это все проходило. В 2015 году мы начали, приступили к строительству капитального ремонта жилых домов. До сих пор, конечно, этот вопрос, он может быть до конца точка не поставлен. Но, тем не менее, работа начата. И я считаю, что эта работа такая наиболее важная, нужная для перспективы. Экономические трудности не повлияли на исполнение социальных обязательств. В 2015-м начал работу еще один многофункциональный центр. Как и в прежние годы, в столице вводили в эксплуатацию детские сады, строили жилье, ремонтировали дворовые территории. Мы благоустроили 734 дворов, отремонтировали 278 проездов, оборудили 421 детскую и спортивные площадки и более 400 парковок. Всего за 5 лет действия программы отремонтированы почти 70% дворовых территорий. Однако, кризис горожане, конечно, почувствовали. Леонид Черкесов отметил, чебоксарцы недовольны снижением доходов, ростом цен на лекарства и продукты, увеличением платы за коммунальные услуги. Глава администрации города Алексей Ладоков подтвердил это цифрами. При росте заработной платы реальный уровень доходов жителей снизился на 7,9%. Причина – увеличение индекса потребительских цен, который по итогам года ставил 101,5%. Это основная проблема. Мы говорим об этом. Мы проводим мониторинги, проводим социальные опросы. Леонид Ильич уже об этом сказал. Понимаем, что часть жителей не чувствует реальных улучшений, так как средств не хватает даже или с трудом хватает даже на приобретение продуктов питания. Мы привели социологические опросы, проводили как среди населения путем обхода, так и путем телефонных переговоров. Выяснили, что у 10% наших жителей денег едва хватает на продукты питания. Около 30% на продукты питания хватает, но покупка одежды вызывает затруднения. Один из выходов – создание новых производств и, соответственно, новых рабочих мест. Глава Чувашии поинтересовался, что градоначальники собираются делать с долгом по арендной плате за муниципальное имущество. На 1 января 2016 года он составил 287 миллионов рублей. Это 82% долгов от всей республики, по всем муниципальным образованием. 108 миллионов рублей у вас в работе, в исполнительное производство. Безнадежным взысканием 80 миллионов рублей, то есть эти средства, они практически поделены. Какие меры будете принимать? Этим вопросом администрация занимается. За год долг по арендной плате за нежилые помещения и за землю сократился на 32 миллиона. Министр финансов Светлана Енилина добавила, если еще активнее работать задолженностью за аренду имущества, навести порядок среди частных перевозчиков и оптимизировать число муниципальных служащих, это может принести в казну дополнительно 1 миллиард рублей. 1 миллиард потенциал, пожалуйста. Министр финансов указал пальцем. Принято речь. Вам и всей вашей команде. Основная часть долгов, она была накоплена до 2010 года. Вот те 80 миллионов, которые мы не можем взыскать, и те компании, которые входили в группу компаний САВА. Михаил Игнатьев ответил на вопрос о судьбе закона, согласно которому россиянам старше 80 лет могут компенсировать взносы за капитальный ремонт. Проект закона на уровне Чувашской республики готовится. Мы внесем в государственный совет. И максимальные такие сжатые сроки в соответствии с федеральным законом все нормы будут приняты в пользу наших ветеранов. Кому со 70 и кому за 80 лет. На совещание также вручили государственные награды тем, кто внес достойный вклад в развитие города. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков. Республика. Итоги работы в 2015 году сегодня обсудили и в Канажском районе республики. В Канажском районе прослеживаются общие для всей республики тенденции. Кризис сказался на доходах казны. Общие доходы консолидированного бюджета Канажского района составили 621,6 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом консолидированный бюджет района уменьшился на 29 миллионов рублей. Собственные доходы уменьшились на 12,5 миллионов рублей. Тем не менее, меры экономии позволили профинансировать основные расходы. В первую очередь, не допустить задолженности по заработной плате, отметил глава администрации района. Как и в целом по стране, в 2015 рост продемонстрировало сельское хозяйство. Картофеля собрали на 30% больше, чем в 2014. Поспособствовала этому и новая техника. Ее в прошлом году хозяйство закупили 22 единицы. Жители района интересовались закупочными ценами на молоко, новыми площадками, где можно будет реализовывать свою сельхозпродукцию и строительством асфальтовых дорог в деревнях. Ответы на эти вопросы и более подробный рассказ об итогах 2015 года в Канаше и Канажском районе в следующем информационном выпуске в понедельник, 29 февраля. Онкология в структуре причин смертности занимает третье место. Она уступает лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням органов дыхания. К сожалению, диагноз «опухоль» с каждым годом получает все больше людей. Это общемировая тенденция. Действовать ради жизни под таким названием в столице Чувашии прошел общественный форум по борьбе с онкологическими заболеваниями. В его работе принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Первая реакция на диагноз «рак» – ужас, паника и отрицание. Но в современном мире канцер не приговор. На ранних стадиях его можно победить. И своевременное лечение продлевает жизнь на многие годы. Поэтому не стоит бояться проходить обследование. Нам кажется, что мы абсолютно бессильны в этой ситуации. Мы ничего не можем сделать и мы не сможем рассчитывать на качественную помощь. Но это всего лишь наши страхи и стереотипы. Потому что рак излечим. И большинство патологий сегодня прекрасно лечатся, когда они выявлены на ранней стадии. Один из ведущих мифов о том, что это болезнь пожилых и богатых – это абсолютная неправда. Потому что сегодня более половины пациентов – это люди активного трудоспособного возраста. Несмотря на то, что показатели смертности от новообразований в Чувашии значительно ниже, чем в среднем по России, и один из самых низких в ПФО, общемировые тенденции коснулись и нас. Было выявлено практически более тысячи случаев онкологических заболеваний. Порядка более 500 только за последний, 15-й год. И самое главное, что в рамках диспансеризации в основном происходит выявление на ранних стадиях. И хоть вакцина от рака еще не изобретена, 43% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения. Отказ от табака и алкоголя, физические нагрузки, здоровая пища и регулярное профилактическое обследование – все это может помочь. Власти Чувашии и врачи уже предприняли ряд мер, чтобы обеспечить жителям республики необходимую помощь. Строится новый корпус онкодиспансера, открыт телекоммуникационный мамологический центр. Участники форума «Действовать ради жизни» отдельно обратились в адрес работодателей с просьбой не жалеть времени и денег на здоровье своих работников и помогать им проходить обследование. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Удовлетворить потребность современного человека в информации с каждым днем все труднее. Зрители, читатели и слушатели предъявляют к СМИ все более высокие требования, в основе которых оперативность, доступность, достоверность. Растет и спрос на услуги в электронном виде. Как справляется отрасль информации и массовых коммуникаций со своими задачами, обсудили на расширенном заседании коллегии Мининформполитики Чувашии. С учетом работы всех информационных систем в 2015 году в Чувашии было предоставлено около полутора миллионов услуг в электронном виде. Это 40% от общего количества всех предоставленных услуг. Стремительно увеличивается число владельцев личных кабинетов, универсальных электронных карт, электронных подписей. Задача, которую ставит Мининформ на ближайшее время – стопроцентное покрытие территории Республики широкополосным интернетом. Печатные издания, радио и телевидение Чувашии в прошлом году работали с большой нагрузкой. 2015-й выдался насыщенным различными событиями. Это и 70-летие Великой Победы, и год литературы, Константина Иванова, и командный чемпионат Европы и выборы главы республики, и визиты в Чувашию Дмитрия Медведева, патриарха Кирилла. Среди основных задач – сохранение тиражей, объемов подписки на периодические издания, повышение качества публикуемых материалов, их социальной ориентированности. Есть хорошее, надо радоваться хорошему, но в то же время тем не имеем права мы сбрасывать, потому что ситуация действительно своеобразная. И средства массовой информации, и информационные технологии сегодня сильно очень развиваются, и насколько оперативно и правильно мы реагируем на ситуацию, очень много зависит в самом обществе. Работа журналистов Чувашии в прошлом году была отмечена наградами за победы в различных конкурсах. Александр Иванов пожелал, чтобы в будущем копилка достижений только пополнялась. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Уроки на выезде. За и против. Чебоксарские школьники обсудили перспективы детского образовательного туризма в формате дебатов. Подробности в нашем сюжете. Потрогать музейные экспонаты, попробовать себя в роли отделочника или водителя, поиграть на старинных музыкальных инструментах. Такой разный опыт смогут приобрести ученики из школ Чувашии. Наша республика стала одним из трех пилотных регионов, где реализуется федеральный проект «Живые уроки». В середине марта Чебоксары примут у себя участников межрегиональной конференции по экскурсионно-образовательному туризму. Педагоги, туроператоры, музейщики – гости ожидаются со всей России. Столица Чувашии продемонстрирует первые наработки – «Живые уроки» для школьников Чебоксар. В рамках «Живых уроков» ребятам интересно все осваивать самим. Вот это слово «самостоятельность» – это ключевое слово, когда ребята посещают музеи, когда они выезжают на производственные практики, когда они путешествуют по республике или выезжают в другие города страны. И наша задача педагогическая – теоретические знания сделать более практическими. Мы уже практикуем такой модуль культуры родного края «Семь лет», и мы видим, что эффекты, когда ребята сами находят информацию, обрабатывают ее, задают вопросы учителю, отвечают совместно на эти вопросы, а дальше создают свои фильмы, пишут свои книги на полученное знание, создают мультипликационные фильмы. Мы понимаем, что это становится их личным образованием, и знание присваивается намного лучше, чем бы учитель вышел и рассказал, и передал какую-либо информацию. Проект обсуждают, и сами учащиеся в гимназии номер пять провели парламентские дебаты. Школьники разделились на команды «за» и «против», и каждый из участников доказывал свою позицию. Да, образовательные поездки – это хорошо, но их нельзя назвать самым лучшим методом изучения предметов школьных. То есть все-таки все равно должна быть база, база, то есть эта зуброшка, а потом уже мы всем, кому интересно, едет и изучает это подробно. Конечно, важны обычные уроки, когда учителя нам что-то расскажут, когда мы с ними общаемся, но как форма вне классной деятельности иногда образовательный туризм, по-моему, очень полезен. Живые уроки – это не просто знакомство с теорией, это интерактивность и полное погружение в изучаемую тему. Ведь не зря еще Гёте говорил – сухотерия, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика. В субботу хоккеисты республиканской команды «Сокол» сменят шайбу на мяч, лед на паркет. Зачем? Чтобы сыграть в мини-футбол со своими болельщиками, которые поддерживали игроков в течение всего сезона. Игра между спортсменами и их поклонниками пройдет в Чебоксарах. В спортивной школе по плаванию расположены по адресу улицы Чапаева, 15, начало в 12.00. Команда соперников «Сокола» будет сформирована непосредственно перед самой игрой. Вход для участников и зрителей свободный. Посмотреть любимую передачу сегодня можно в любом месте и в любое время. Широкоформатный телевизор давно уже остался в прошлом. Весь спектр телевизионных программ можно увидеть, не отрываясь от экрана смартфона. Интернет-провайдер «Инфолинк» запустил мобильное телеприложение. О его преимуществах в нашем сюжете. А я, Ольга Панова, желаю вам хороших выходных и прощаюсь до понедельника. Загружаем, открываем и включаем любимый канал. Мобильное приложение Lime HDTV уже доступно для всех пользователей сети. С помощью него вы можете просматривать 45 каналов на любой сети интернет. Вы можете просматривать также наши национальные каналы за пределами нашего региона, даже за пределами нашей страны, поскольку здесь нет необходимости быть пользователем сети Инфолинк. Приложение абсолютно бесплатно. Для его функционирования достаточно подключиться к сети или поймать Wi-Fi. Наконец-то можно не мчаться, сломя голову к телевизору, боясь пропустить новую серию фильма. Всю программу телепередачи за пять дней в приложении от Инфолинка можно посмотреть в записи. Преимущества современного приложения оценили и первые пользователи. В этом приложении вы можете смотреть телевидение бесплатно. Там есть множество каналов, спортивные, развлекательные. О том, что время – деньги, сегодня помнит каждый. В бешеном ритме жизни так важно правильно определить приоритеты. С помощью приложения Lime HDTV можно не тратить время на поиск нужного канала. Есть возможность просматривать телепрограмму, что сейчас идет в сети, что планируется на канале. Также добавить любимые свои телеканалы в список избранных. Новому приложению очень рады и национальное телевидение Чувашии. Теперь наши программы смогут смотреть и жители отдаленных районов республики. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова